Добрый день, информационная служба телерадо-компании Гомель протягивает свою работу в эфиры. У студии для вас працует Евген Паблавец. Проходжение на Вольничного фронту по территории краины напередать не покинуло шарих неприемных наступствов у разных регионах. Як поведомили у областным управлений Министерства по назначенных ситуациях на оказание техничной допомоги, вартовальники выезжали 12 разов. Отбылись отключения электроэнергии у Жлобинским, Лельчинским, Хойнинским, Калинковицким и Чачерским районах. Усеяны были своечасовы ликвидованы. При проходжении моцного ветра у регионе зафиксовано 16 выпадков падения древ. У Хойнинским, Лельчинским и Жлобинским районах пошкоджены дахи некольких жилых домов и господарших побудов. В связи со спайкотным надворьем на завтра у регионе обвешено штормовое попереджение. У 17 района Гомельской области уведена заборона на наведывание лесов. Порушальники будут притягиваться до административной отказности. Штрафы могут доходить до 500 рублей. Обмежевания будут сняты только при понижении температуры поветра. Но до конца этого дня истотных измен надворья не чекается. Слубки термометров уздымутся до 32, в особенных районах до 34 градусов. Медики закликают у людей быть осторожными. Уживать, как мога больше воды, по мягчимости меньше находится на улице. Працу на открытом поветре плановать у ранней Альбове черный час. До инших тем. На Полицкой улице, одной из самых оживленных в магистрале областного центра, протягивается реконструкция. И хоть зараз рамотные работы ускладнили не только проезд автотранспорту, а и рух пешеходов, специалисты городской жилево-коммунальной господарки обещают, что рамотные работы не затягнутся. По их завершении улица станет четырехполосной. А это не только повышение пропускной мощности и связано с этим снижением колькости дорожно-транспортных сдареньев, а и уклад в экологичную безопасность. Меньше пробок, меньше выхлопных газов. Тем больше, у реконструкции улица имела потребу давно. После зимового обследования оказалось, что 70% дорожного покрытия пришло в негодность. Да и тротуары, а так само территория припынка у громадского транспорта, стратили не только безопасность и функциональность, а и эстетичный выгляд. У нас очень проблемные места – это остановки общественного транспорта. Они имели уже очень неприглядный вид, естественно, колейность. На участке четырех остановок, которые у нас, это усиление основания с заложением сетки армированной, для того, чтобы не образовалась уже больше колейность на остановках общественного транспорта. Работные работы будут завершены до 10-го жнивня. Поколь нагадаем проезд транспорту, окромя пассажирского и специального, по Полесской улице Забаронины. Автомобилисты, которые игноруют соответственные знаки, ждут штрафы. Завтра в высшейших научных установах Беларуси завершается прием документов для поступления на денную форму научения за кошты республиканского бюджета, а так само на заводное отделение. Звышь тысячи человек все лет станут студентами Гомельского державного технического университета и Мясухого. Научание будет вестися по 23 специальностях. Самой высокой популярностью корыстаются специальности, связанные с IT-технологиями. Некольки родей молодые люди выбирают механико-технологичный факультет. Кожный абитуриент, худший за все, уже обрал для себя пыльную специальность. А для особливости первичной уступной кампании – макшимость подать документы одразу на некольки, а для умежих одного из пяти факультетов. Простился и сам процесс их подачи. В этом году мы создали очень удобные условия для поступления абитуриентов. Открыли так называемый личный кабинет. Он может дома, для того, чтобы ускорить подачу документов, зарегистрироваться, внести свои личные данные и прийти просто в приемную комиссию, показать оригиналы документов и оформить это заявление. Тем часом про подрактовку будущих медиков пойдет размово сегодня в программе «Диалог». Гостем студии станет ректор Гомельского державного медицинского университета Анатолий Лизиков. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» в 19 часов. Свои питания вы можете задать по номеру телефона промога эфиру «УГОМЕЛЕ» 77 68 45. Протягиваем выпуск. У Гомеля распочинается сезон школьных кермашов. Набыть усе необходные приналежности до початку нового научного года можно будет с 15 липня. Продаж школьных товаров будет ожидаються одночасово на некоторых пляцовках до 4 вересня у Клюшна. Два постоянно деявшие кермаши будут знаходиться каля гандлевого дома Речицкий и побач с будинком крытого павильона на центральном рынку. Как и завсюду будет организованный гандаль на площади повстания по выходных днях. Соправдный курс молодого бойца прошли гомельские подлетки. 22 школьники, которые состоятся на профилактичесном улику у комиссии по справах неполнолетних, 9 днём провели у войсковой части 55-25. Лагерь в подобном формате проводился у першиню. Клопцы жили, як соправданные бойцы. Харшевались у столовой, стреляли с розных видов сброи на полигоне, займались строевой подрыхтовкой на пляцу. Кто-то из подлеткова, уже умев в опыту делу командных с поборництвах, кому-то потребовалась допомога. Они внешне немного изменились. Посмотрим, как будет дальше поведение. Но поменялся взгляд, поменялось восприятие немного того времени свободного, которое у них есть. Это действительно было интересно. Некоторые хотят продолжить участие в подобных проектах. Хотелось бы, чтобы они вынесли отсюда как можно больше всего положительного. Специалисты областной организации «Асвод» закликают граждан быть максимально осторожными на воде. В регионе с початку этого года потанули 18 человек. Пятёр из них – неполнолетние. Пытанием беспеки детей присвечен и черговый выпуск программы «Назвычайная ситуация». Корреспонденты программы разглядят причины несчастных здоровья с уделом неполнолетних. Проанализуют ситуацию в детских оздоровленных лагерях и местах отпочинка. Необходимо неустанно объяснять детям правила безопасного поведения, где можно купаться, с кем можно ходить на водоемы и как себя правильно на них вести. Потому что в силу своего малолетнего возраста и отсутствия должного жизненного опыта, они не способны оценить всю степень смертельной опасности несчастного случая, который может случиться. Программа «Назвычайная ситуация» выйдет в эфир сегодня в 18.30 на телеканале «Беларусь-4» в Гомель. Оглушальные рау-моторы, уникальные каскадёрские труки и сотни захопленных глядачов. В Мазыре отбылся первый фестиваль «Аутолайф». Раритетные машины представили автоматеры из Гомельской области, а так само Могилёва, Минска, Москвы и Владивостока. Под обязанностью репортажа наших мазырских коллег. На фестиваль «Аутолайф» Павел Кобзар приехал на своём автоодногодцем. Владальник «Форда» 79-го года выпуска упълнены. С часом машины, яковяно, становятся лепш. Але гэта здольная ця не только соправленные автогурманы. Очень сильно меня привлекала старая американская мода, старая эпоха, история, которая уже ушла и которая уже не вернуется. Но всё-таки что-то можно взять из прошлого. И то, чего у нас никогда не было, то, что можно показать людям. До таких автогурманов относится и Станислав Бичан. Увесь свой час мужчина просвечает раритетному транспорту. Значная частка экспозиции – минавитое горуксправа. Любимая победа для Станислава – гэта своего рода машина-часу, просякнутая духом советской эпохи. Для меня техника – это моя жизнь. Ну вот победу купил, это первая моя машина, которую я отреставрировал. А вот Игорь Масиков, набывающий раритетное авто, в особе у реальности свою дитячую мару – медь гоночную машину, як с фильма «Форсаж». Купил я ее в городе Брестя три года назад. Была она в очень плохом состоянии, так как годы берут свое. Но своим ходом приехала сюда. Вложил я прилично сил сюда, нервов, денег в принципе тоже. Ну и продолжаю потихонечку вкладывать, то есть реализовать свою мечту детскую. Выстава раритетных машин дозволила глядачам не балкунуться в минулое. У свою чергу самую яскравую частку фестивалю забеспечили мото- и аутогонщики. Популярный Рыжицкий мостак Анатолий Шогалев на фестивале презентовал свои работы. Замес подставок под картины – реальные автомобили. Отрималась экспозиция на колах в промым сенсе. Это очень интересно. Это новое видение на проверенную тему. Я думаю, водителям, мотоциклистам очень интересно увидеть себя через призму юмора, глазами художника. Поэтому всегда с удовольствием приглашаю. Это был первый фестиваль «Аутолайф». Однако мероприемство такого формата организаторы уже выросли из робит традиционной. Такого не было в нашем регионе нигде. Мы собрали два города, собрали участников с наших городов, с ближайших городов, со всей Беларуси и из России. Соответственно, это голосование народного, такого еще не было. Мы собираемся это проводить каждый год. Мы собираемся показывать шоу, радовать людей, радовать наши города, чтобы это все совпадало с хорошей погодой, которая нас радует сегодня. Надеюсь, что в следующем году будет гораздо больше участников. Мы на это рассчитываем. Виктория Синицкая, Светлана Груцком, Юрий Горобец, телеканал «Мазыр». Специально для телерадио компании «Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. У студии працавал Евген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин